В двух параллельных ветвях этой цепи установлены две одинаковые лампы накаливания. В дальней ветви последовательно с лампой стоит катушка из 3600 витков медного провода с железным сердечником. В ближней ветви стоит резистор, сопротивление которого примерно равно сопротивлению катушки. Поэтому обе лампы горят одинаково ярко. Отключим питание и опять включим его. Ближняя лампа загорается практически сразу, а вот дальняя лампа делает это с заметным опозданием. Когда через катушку начинает течь электрический ток, поток магнитного поля через катушку увеличивается вместе с током. Но увеличение магнитного потока приводит к тому, что в витках катушки наводится ЭДС индукции, препятствующая росту тока. Поэтому электрический ток через катушку растет не скачком, но постепенно. Поскольку изменение тока в катушке приводит к появлению ЭДС индукции в этой же катушке, о данном явлении говорят как о самоиндукции. Согласно закону индукции Фарадея, ЭДС индукции в контуре равна скорости изменения магнитного потока через этот контур. Магнитный поток пропорционален текущему по катушке току, и коэффициент пропорциональности называют индуктивностью катушки. Таким образом, ЭДС самоиндукции пропорциональна скорости изменения тока в катушке. Знак минус показывает, что ЭДС по правилу Ленца противодействует изменению тока. Соединим последовательно катушку и резистор. Напряжение на них будем измерять по отдельности с помощью двух вольтметров. Подадим на концы цепи импульс прямоугольной формы. Что же мы видим? Когда входное напряжение вырастало и падало скачком, за счет самоиндукции катушки ток в цепи и соответствующее ему напряжение на резисторе изменялись постепенно. При этом сумма напряжения на катушке и резисторе была равна входному напряжению. Теперь возьмем источник постоянного тока, подсоединим к нему катушку, а параллельно катушке поставим неоновую лампу. Чтобы зажечь эту лампу, требуется напряжение 90 вольт. А мы подадим на лампу и катушку напряжение всего 10 вольт. Нажимаем на кнопку, ток по катушке течет, а лампа при таком напряжении не горит. Отпускаем кнопку, и лампа на мгновение ярко вспыхивает. Это означает, что в момент отключения напряжение на лампе было больше 90 вольт. Откуда же оно взялось? Дело в том, что при отключении ток через катушку бывает до нуля за очень короткое время, а значит он вызывает в катушке большую ЭДС индукции, и это ЭДС зажигает лампу. Уменьшим входное напряжение всего до 1 вольта. Лампа все равно вспыхивает, хотя и не так ярко. А значит, катушка на какое-то мгновение все равно вырабатывает ЭДС большую 90 вольт. А теперь уберем лампу и подадим на катушку напряжение 30 вольт. При размыкании цепи между контактами проскакивает искра. А при больших токах и индуктивностях между контактами может загореться электрическая дуга, что требует установки специальных дугогасителей.